Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский. Сегодня у нас будет небольшой видосик по поводу установки винды на ноутбук или на компьютер. В общем-то давно я хотел сделать такой простой видос. Дело в том, что ничего сложного в установке системы нет, но многие очень боятся. Итак, для начала нам понадобится любая флешка объемом от 4 гигабайт, желательно. То есть у меня вот есть Kingston на 32 гигабайта. Лучше всего флешку отформатировать в формат NTFS, то есть быстрое форматирование, начать, окей. Это наиболее простой вариант, поскольку NTFS подхватывается как внешний жесткий диск, а если там внутри будет файл авторан и сетап винды, то все будет очень просто. Так, дальше нам понадобится образ винды, который вы будете ставить. То есть у меня это Windows 10 и это Windows 10 лицензионный образ сайта Microsoft. То есть просто берем и его распаковываем в какую-нибудь папку. Можно сразу напрямую на флешку скопировать, но сначала распакуем его в папочку, чтобы посмотреть целостность файлов, которые нам нужны. Это не занимает много времени. Ну и дальше нам понадобится просто вот это вот все содержимое, которое здесь вот видите, авторан, бут-менеджер. Это все нам понадобится скопировать на нашу флешку, для того, чтобы флешка стала загрузочной. То есть потом у флешки появится иконочка винды, и это значит, что 99% у вас компьютер загрузится с данной флешки. То есть есть, конечно, специальные программы для того, чтобы установить образ на флешку более грамотно, более правильно, чтобы он чисто загрузился без ошибок, без каких-либо. Но этим способом я пользуюсь уже около 8 лет с момента выхода Windows 7, и он работает безотказно. То есть будем ставить мы Windows 10, поскольку Skylake процессоры поддерживаются в полной мере только десяткой. Таким же образом вы можете поставить 8, 7, а для того, чтобы поставить XP, вам понадобится флешку переделать под внешний CD-привод или установить образ другим образом. Ну то есть просто так распаковать Windows XP у вас не получится. Ждем, распаковываем, копируем на флешку, а потом я уже показываю дальнейший процесс. Ну в общем что, скопировали мы, так сказать, наши данные на флешечку, и флешечка приобрела такую иконочку. То есть все данные у нас здесь. Что дальше? Безопасное извлечение. И идем втыкать, естественно, в наше устройство, на которое будем устанавливать уже, собственно говоря, Windows. Дальше берем нашу флешку и втыкаем ее в любой доступный порт на компьютере. Желательно, конечно, USB 3.0, чтобы он, так сказать, быстрее копировал данные. Включаем наш компьютер или ноутбук, это уж у кого как, и заходим в окно BIOS. То есть нам нужно попасть в меню BIOS. Для этого нажимаем F2 или DELETE. Это практически во всех компьютерах и ноутбуках стандартная процедура. Дальше открываем окно BOOT. И смотрим. То есть сначала нам нужно будет выставить загрузочное устройство, то есть USB Hard Disk Instant Data Trailer. Ставил его приоритетно на первую позицию, но дальнейшие позиции мы можем все выключить, например. То есть BOOT Option 1, BOOT Option 2, BOOT Option 3. Они нам не понадобятся. Так будет наиболее просто установить вам систему. Поскольку если будет стоять, допустим, BOOT 2 привод, BOOT 2 HDD, то может установка не с первого раза продлиться. Дальше нажимаем SAVE AND EXIT. Компьютер перезагружается. И сейчас должно появиться окно установки. То есть окно загрузки, окно установки, собственно говоря, после которого мы будем уже выполнять установку нашего Windows. Ждем. Зависит от скорости вашей флешки. То есть INSEEBOOT MEDIA. Нажмите любую клавишу. То есть, как видим, наша флешка не подходит. Попробуем открыть еще раз и посмотреть, какой тип загрузки у нас выбран. UEFI или другой. То есть BOOT MODE, EGACY, UEFI или что-то подобное. Выбираем UEFI. То есть, по идее, после этого у нас должна флешка подхватиться, поскольку у нас Windows 10, она уже заточена под UEFI. UEFI, UEFI, не знаю, как правильно, если честно. Смотрим, даст ли нам это какой-либо результат. То есть, видим загрузка. То есть, пошла загрузка, пошла установка винды. Смотрите внимательно. То есть, Windows 7, допустим, вы будете установить, вам нужно будет выбрать EGACY. Windows 8, 1. Windows 8 уже, по-моему, совместимы с EGACY и UEFI. А Windows 10, видимо, совместим только с UEFI. Ладно, что дальше? Ну, то есть, выбираем, естественно, русский, русский. Тут у нас есть возможность восстановления системы, если у нас вдруг она слетела. Нажимаем установить. Сейчас мы будем разбивать жесткий диск. То есть, как разбивать, зачем разбивать и тому подобное. Обычно жесткий диск разбивают на три раздела. Ну, то есть, у меня обычно в семье так заведено, что жесткий диск разбивается на три раздела. Первый раздел системный, второй раздел для игрушек и третий раздел для хранения всяких данных, к которому нет постоянного обращения. Так, ладно, соглашаемся, нажимаем далее. Убираем выборочная установка. То есть, видим, у нас здесь два раздела. Драйвер CD какой-то и 921 ГБ. То есть, драйвер CD, он нам, по идее, вообще не нужен. 10 ГБ у нас будет отъедать. Поэтому нажимаем удалить. Окей. Удаляем все данные. Подчистую. FreeDOS. Тоже нажимаем удалить. Окей. После этого нажимаем создать. То есть, выбираем размер раздела на винду, какой вам нужен. У меня в среднем это 120 ГБ. То есть, здесь мы выбираем в мегабайтах. 1 ГБ равен 1024 МБ. Именно поэтому пишем сейчас 122. То есть, удаляем это. Нам лог. 122.880. И нажимаем применить. Так, чтобы обеспечить корректную работу всех органов Windows и так далее, вам нужно создать дополнительный раздел. В Windows 7, Windows 8 и Windows 10 разделы отличаются. То есть, в Windows 7 это 100 МБ, в Windows 8 это около 200 или 300 МБ. В Windows 10 это уже, ну, тоже около 300 МБ, а то и больше. Нажимаем окей. Ждем. То есть, в этом окне вы распределяете ваши жесткие диски и тому подобное. У нас здесь один жесткий диск на 1 ТБ. То есть, видим теперь у нас раздел 0,450 МБ, раздел 2 100 МБ, раздел 3 16 МБ. То есть, вот эти вот все необходимы для полноценной работы винды. Дальше на нераспределенное пространство вы уже выбираете, что вам нужно, сколько вам разделов нужно и так далее. Поскольку мне особо сейчас не важна суть разделов, я просто нажимаю создать, допустим, еще 200 ГБ для игры и 600 ГБ у нас будет для хранения данных. 200 ГБ это 204 800 МБ. Смотрим, 200 ГБ. И создаем на все оставшееся пространство раздел, на котором мы будем хранить все данные. То есть, такая процедура разбиения, она наиболее полезна, если у вас вдруг система слетит, то остальные данные останутся, скорее всего, невредимыми. То есть, выбираем раздел 120 ГБ и нажимаем далее. Туда у нас будет устанавливаться винда. То есть, теперь ждем, пока она скопирует все файлы, пока будет подготовка для установки, пока будет установка компонентов. В зависимости от скорости жесткого диска, от скорости флешки, на которой у вас винда, эта процедура занимает от буквально 5 минут и до часу. То есть, флешка у нас очень медленная, жесткий диск у нас не SSD, так что ждем минут 20, потом уже будет первая загрузка Windows. То есть, дальше у нас компьютер перезагрузится, ну и что нужно будет сделать для того, чтобы продолжить установку винды. То есть, она попросит по новой все провести. Дальше просто выключаем компьютер или ноутбук, в зависимости от того, какое устройство у вас находится в использовании и на что вы будете переставлять. Выдергиваем флешку, выбираем ее в сторонку, включаем компьютер и снова заходим в BIOS. То есть, я так делаю всегда, поскольку так без ошибок всегда устанавливается винда. Заходим снова в раздел BOOT и BOOT OPTION 1 нам нужно выбрать уже жесткий диск ваш основной. Выбираем основной жесткий диск, ОК, дисководы мне не нужны, нажимаем SAVE AND EXIT. Теперь компьютер должен перезагрузиться и установленные файлы на уже внутренний жесткий диск сейчас должны возобновить установку Windows. То есть, процедура должна будет пойти быстрее, то есть, дальше у нас происходит несколько перезагрузок подряд и уже идет подготовка устройств от счет процентов. То есть, ничего сложного здесь, ничего томительного не будет уже. Особенно, если у вас будет, допустим, SSD-шка, то там эта процедура займет вообще пару минут всего лишь. Ну и, собственно говоря, первый запуск Windows 10. Нас просят выбрать сеть для подключения, поскольку Windows 10 это уже такая более интернет-заточенная ОС. В ней вы можете ввести свои данные, которые будут синхронизироваться с других компьютеров и тому подобным. То есть, настройка параметров мне здесь ничего не нужно. Я это все выключаю. То есть, это мне тоже не нужно. Никакие ошибки, никакие автоподключения. Ну вот, собственно говоря, и окно приветствия уже нас встречает. Система сообщает о том, что выполняет какие-то первичные настройки. Ну и, естественно, после установки винды, после первой ее загрузки, вам нужно подождать некоторое время, пока система чуть-чуть устаканится после обновлений, все службы прогрузятся, и запустить, естественно, центр обновлений, чтобы скачать все последние обновки, вышедшие для Windows, для процессоров, для железа. Ну и здесь уже не будет никаких проблем. По поводу активаторов, активации и всего прочего, я не собираюсь сделать инструкцию по хаку винды, поскольку это пиратство. Те, кому нужно, уже сделали эти инструкции, вы можете найти их в интернете, естественно. Собственно, видим, что винда уже сама по себе обновляется с момента первой загрузки. У нас уже идет первичная настройка, то есть этот компьютер принадлежит мне. Далее. У вас нет учетной записи. Пропустить этот шаг. Кто будет использовать данный компьютер? Введите имя пользователя. Admin. Далее. Обновление завершено. То есть все. Добро пожаловать в систему. Ну и вот окончательно уже загружается наша винда. То есть видим, вот загрузился рабочий стол, пуск и прочие панельки. И видим, что мы установили Windows 10 Pro. Система не активирована, поскольку образ лицензионный, вам нужно ввести ключ или воспользоваться активатором. Но, тем не менее, все. Идет установка уже обновлений. С вами был Александр Мордынский. Если данное видео было вам полезным, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, вступите в группу ВКонтакте и подпишитесь на Инстаграм. Ну и обязательно на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok